Вся клавиатура делится на октавы. Синтезаторы в основной своей массе имеют 5 октав. Каждая октава имеет свое название. Надо отметить, что возможность транспонирования на октаву вниз или вверх расширяет диапазон звучания синтезатора. Следующие кнопки позволяют одновременно транспонировать главную часть и часть слоя на октаву. Кнопка «плюс» на октаву вверх, кнопка «минус» на октаву вниз. Текущее состояние транспозиции отображается на дисплее. При транспонировании на октаву вверх на дисплее появится цифра 1, а при транспонировании вниз – минус 1. Таким образом, фактически диапазон синтезатора составляет 7 октав. Октавой на клавиатуре называется та ее часть, которая расположена между ближайшими нотами до и включает в себя 7 белых и 5 черных клавиш. Черные клавиши расположены группами по 2 и 3. На белых клавишах извлекаются основные натуральные звуки, на черных – альтерированные, пониженные и повышенные. В современной европейской музыке существуют две системы названия звуков – буквенная и слоговая. В настоящее время употребляются обе. Рассмотрим слоговую систему. Существует 7 основных звуков, которым соответствует 7 белых клавиш – до, ре, ми, фа, соль, ля, си. С 8 клавиши названия повторяются в той же очередности. Для записи звуков существуют специальные знаки – ноты. Ноты размещаются на нотном стане, который состоит из пяти линеек. Линейки считаются снизу вверх. Высота нот, размещенных на нотном стане, определяется ключом. Для фортепиано и других клавишных инструментов используются два ключа – скрипичный для высоких звуков и басовый для низких. Скрипичный ключ указывает на вторую линейку нотного стана, где пишется нота соль первой октавы, и поэтому иначе называется ключом соль. Остальные ноты размещаются от соль поступенно вверх или вниз. По необходимости используются добавочные линейки. Таким образом, до первой октавы пишется на первой добавочной линейке снизу, а поступенно вверх – ре, ми, фа, соль, ля, си. Далее ноты повторяются в той же очередности. До на клавиатуре находится перед двумя черными клавишами. Красным на клавиатуре отмечена нота до первой октавы. Вторая октава начинается с ноты до, которая располагается между третьей и четвертой линейкой. Далее ноты опять поступенно поднимаются вверх, располагаясь на линейках и между ними. Нота ля второй октавы пишется на первой добавочной линейке сверху, си – над этой линейкой. Обратите внимание, что все ноты третьей октавы располагаются на добавочных линиях. Последняя клавиша на клавиатуре – это до четвертой октавы. Количество добавочных линеек теоретически не ограничено, но исходя из удобства чтения нот, обычно их бывает не больше пяти. В случае, если этого количества линеек недостаточно, для записи самых высоких или низких нот может использоваться знак октавного переноса. При необходимости переноса нот на октаву вверх знак ставится сверху, а при переносе вниз – снизу. Таким образом, ноты третьей октавы пишутся на месте второй. При использовании кнопки транспонирования на октаву вверх диапазон клавиатуры расширяется еще на одну октаву – четвертую. Ноты четвертой октавы чаще всего записываются при помощи знака октавного переноса. Ноты малой октавы также могут быть записаны в скрипичном ключе. Для их записи, как и для третьей октавы, используются добавочные линейки. Надо отметить, что это достаточно низкие звуки, поэтому при их записи часто используется басовый ключ. Басовый ключ иначе называется ключ фа. Он указывает на четвертую строчку, где пишется нота фа малой октавы. На клавиатуре клавиша фа расположена перед тремя черными клавишами. Нота до первой октавы в басовом ключе пишется на первой добавочной линейке сверху. Для того, чтобы легче запомнить написание нот в басовом ключе, можно воспользоваться так называемой 11-линейной системой, где нота до первой октавы располагается на средней линии. Эта средняя линия рассматривается нами, как добавочная линейка. До малой октавы пишется между второй и третьей линейкой нотного стана. Для нот ми, ре и до большой октавы используются добавочные линейки. Клавиатура синтезаторов чаще всего начинается с большой октавы, но благодаря возможности транспонирования на октаву вниз у нас появляется возможность исполнения еще в одной октаве, контр-октаве. Рассмотрим расположение нот контр-октавы на нотном стане. Все ноты этой октавы располагаются на добавочных линейках, поэтому для удобства чтения нот, для записи контр-октавы часто используется знак октавного переноса. Часто в басовом ключе пишутся ноты первой октавы, однако из-за ограниченного расстояния между станами ноты выше соль используются редко. Сложно добиться хороших результатов, играя неправильно поставленной кистью. Вы не сможете улучшить качество игры, пока не научитесь правильно держать руки. Кисти рук должны иметь округлую, куполообразную форму. Все суставы видны, не прогибается внутрь купола. Достаточность округлости кисти можно проверить, взяв в кисть любой округлый предмет, например, теннисный мяч, яблоко. Запястье продолжает линию кисти, не выступает и не прогибается. Клавиш касаются только кончики пальцев, подушечки. Большой палец должен быть согнут в фаланге и касаться клавиш боковой стороной ногтевой фаланги. Обратите внимание на правильное положение мизинца при игре. Мизинец не должен быть плоским и задранным вверх. Расстановка пальцев при игре называется аппликатурой. Для удобства обозначения аппликатуры в нотах пальцы обозначаются цифрами. Большой – первый, указательный – второй, средний – третий, безымянный – четвертый, мизинец – пятый. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Цифра, поставленная над или под нотой, указывает, каким пальцем следует нажать данную клавишу. Надо заметить, что указанная автором нот или редактором аппликатура не является единственно возможным вариантом и может быть изменена по желанию исполнителя. Однако рекомендованный вариант аппликатуры, как правило, оптимальный. Следующее задание помогут вам быстрее запомнить расположение нот на нотном стане и клавиатуре. Начнем с упражнения для правой руки. Для того, чтобы добиться ровного темпа в игре, воспользуемся метрономом. Для установки удобного темпа предназначена кнопка «Темп темпа». Темп устанавливается при помощи простого выстукивания по кнопке. Как барабанщик, стуча палочками, задает темп оркестру, так и вы можете отстучать нужный темп, используя эту кнопку. После установки темпа автоматически начинает воспроизводиться партия ударных. Остановим ее звучание кнопкой «Старт-стоп» и нажмем кнопку метронома. «Старт-стук» Субтитры создавал DimaTorzok В упражнении для левой руки ноты записаны в басовом ключе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok